Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 апреля. День Василия Капельника. День назван в честь святого священномученика Василия. Он прилежно учил людей истине христианской, за что и попал в нем милость. Его поймали, повесили и строгали его тело железными орудиями. Далее каждый день выкраивали из его кожи семь ремней. Через несколько дней вся кожа была содрана и висела ремнями. Он терпел и молился Иисусу Христу. Дерзко отвечал мучителям, за что его пытали еще больше и проткнули раскаленными пручьями. В старину этот день называли днем Василия Солнечного, Василия Солнечника, Василия Теплого, Василия Парника. Все эти прозвища были связаны с тем, что наступало долгожданное тепло. Сегодня звенела капель и наступала самая настоящая весна. Крестьяне сегодня смотрели, куда текут ручьи, откопели. Примечали эти места и не строили там дому, чтобы их не подмыло. Говорили, проложенный ход уводится в земную глубь. Девушки гадали на рассвете, они смотрели на восходящее солнце. Если от него шел красный свет, хорошему рожаю. Выпекали специальные калачи, которые символизировали солнце. Существовала вера, что Василий Капельник поможет сделать холсты чище и крепче. Их выносили на снег и выстилали под лучи весеннего солнца. Приметы. Если рассветное солнце на небе, на Василия Теплого, в красных кругах, год будет урожайным для овощей. Если сосульки большие и перезваниваются на утреннем морозце, и только к полудню начинают таять, хотя висят и не падают, весна будет затяжной. 29-е лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому Вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите туре, как Вы прожили этот лунный месяц.